Добрый день, коллеги! Добрый день, дети! И к ним примкнувшиеся сегодняшнее занятие по технике и тактике игры водного пола будет проводить Михаил Геннадьевич Синицын, ваш покорный слуга. И начнем мы сегодня с небольшой истории. Если вы помните, водное поло в России, в Советском Союзе, зародилось в 30-е годы. И тогда удаленный игрок уходил с поля до того, как противника команда не забьет гол. В связи с тем, что плавание стало более быстрым, быстро все стало меняться, на сегодняшний день удаленный игрок уходит только на 20 секунд. И за эти 20 секунд вы должны встать на свои места. Вы должны разыграть мяч и постараться забить его. Сегодня мы с вами будем разбивать классический вариант. Классический вариант розыгрыша лишнего, то есть шестого в водном поле. Первое. Ребята, кто мне напомнит, за что удаляют игрока с поля? Есть мысли? Грубое нарушение правил. Какое нарушение правил? Грубое, правильно? Да, да, да. В шестиметровой зоне. В шестиметровой зоне. А если после шестиметровой зоны? Нарушение грубое идет, что? Отопление. Идет. Если вы нарушаете грубо после шестиметровой зоны, то наказываетесь пенальти-ми. Понятно. Поэтому грубить в игре нельзя. Но перейдем к делу. Классическая расстановка лишнего игрока в водном поле. У вас, как я просил, должна быть бумага, ручка или карандаш. И вы должны зарисовать поле. Вот лист. Рисуем ворота. Рисуем двухметровую зону. Напоминаю, в двухметровую зону без мяча заходить нельзя. Это вы помните. Рисуем пятиметровую зону. Это пенальти. И шестиметровую зону, где грубо нарушение правил наказывается пенальти. И с этой зоны, если вы помните по правилам, со свободного можно бить сразу поворотом. Если в этой зоне нужно обязательно дать пас, то здесь сразу можно бить поворотом. Поэтому надо быть очень внимательным. Итак, расставляем нападающих. Представьте, нарушение правил у команды противника. Вы должны напасть, то есть разыграть лишнего на ворот противника. Мы с вами играем, то есть нападающие играют белыми. Выставляю по номерам. Первый номер, чтобы потом общаться с вами. Второй номер, он встает на штангу. Понимаете, да? Напротив штанги второй номер стоит. Третий номер напротив второй штанги стоит. Четвертый номер в двух метрах с правого угла. Видите, да? Пятый номер на позиции пяти метров от ворот. И шестой номер с другой стороны, с левой стороны на позиции. Это классическое размещение игроков на поле во время розыгрыша лишнего. Напоминаю, напоминаю. Это вы должны встать, на эти места вы должны встать в течение пяти, максимум десяти секунд. Потому что дальше уже у вас останется буквально пять-семь секунд на розыгрыш его. Что делают защитники? Ну, они обычно встают. Черные у нас будут защитники. Они встают на защиту своих ворот. Сейчас мы разыгрываем, вернее рассматриваем варианты розыгрыша лишнего. Как встают игроки, всем понятно? Ребята? Да, понятно. Понятно. Итак, здесь розыгрыш так называемый... Ну-ка, кто мне назовет розыгрыш, как это называется? Установка. Зона. Нет. 4-2. 4-2, правильно, абсолютно верно. Еще какие есть розыгрыши? 3-3. 3-3. Молодцы. Значит, 3-3 чуть позже. Итак, мы встали 4-2. Понятно. 4 в первой линии, 2 в заднем. Мяч, он может где угодно находиться. Здесь он у нас синего цвета. Мы начинаем разыгрывать. Классический вариант. Так как у нас здесь на одного игрока меньше защитников, обязательно где-то игрок должен быть свободен. Это вы понимаете. И чтобы нагрузить противника, чтобы он защищался, даже если мы не забьем гол, но чтобы противник наелся, устал, мы должны обязательно, обязательно кидать мяч своему партнеру через одного. Вот это вот запомните, пожалуйста. Потому что вот эти пасы, защитники просто стоят и не вернутся. Но если будет пас через одного, защитники вынуждены будут двигаться. Это вы понимаете? Ребята, понимаем. Итак, мяч так летает. Может, короткий, если происходит пас, то обязательно следующий длинный, чтобы врага тоже двигался, перемещался в воротах. И чтобы у нас появилась возможность для атаки на ворота. Но когда мы встаем вот таким образом классическим, как правило, защитники уже отработаны, все прекрасно знают и не дают возможности ударить по воротам. Здесь лево рук. Сами знаете, пробить эту защиту очень сложно. Для этого существует розыгрыш своего рода мульки ватерпольных. Итак, если игрок с мячом под первым номером заходит в двухметровую зону, видите, да, с мячом заходит, тогда третий номер, видите, третий номер игрок выходит, то есть ломает линию, ломает линию, первую линию и уже освобождается для атаки. Раз. С этим понятно. Если ничего не получается, задавили игрока, третий номер опять встает в линию и первый номер с мячом выходит за два метра, отдает пас, отдает пас пятому номеру, видите, и опять начинается розыгрыш лишнего. Есть следующий вариант розыгрыша, когда с правой стороны, с правой стороны, игрок заходит в два метра, здесь какой номер должен выйти на штанге? Второй. Молодцы. Второй номер выходит. Даем высокий пас, пробиваем гол, ну, если попадает. Опять, если не получилось, ничего страшного, не получилось, мы возвращаем мяч игроку. И здесь вот идеальный вариант, ребята, идеальный вариант, если вас задавили здесь в первой линии, вы начинаете вставать в так называемый розыгрыш 3-3, помните, да? Это когда происходит движение небольшое по кругу, и вы уже вставите 3-3, как правило, вот этот игрок под первым номером, который у нас есть, освобождается, ему дается пас, это как раз вот наши буквально недавно играли, именно с такой позиции три лишних было разыграно, и наши... Посмотрите? Нет, сейчас не сразу. Нет, просто вы... Вы же не говорите. С переходом на 3-3. Ребята, переход на 3-3 с 4-2 понятен? Да. Да. Это мы проверим, вот на тренировках будем тренироваться, я проверю, посмотрю, как вы поняли все это. Так, это у нас классический вариант розыгрыша станционального. Есть еще розыгрыш, как вы понимаете, с хода. Это когда игрок отстает, он сзади, вы все плывете в хаотичном положении, но всегда вы должны знать, что в первую очередь, в первую очередь, даже при станциональном или с хода, в первую очередь мы должны занять края. Правильно? Это вам понятно, ребята? То есть, в данном случае, первый, четвертый номер занимает края. В первую очередь. Центральные, центральные, могут чуть-чуть запоздать и даже сломать линию. И последние игроки, так, перепутал, пятый, шестый номера, которые у нас находятся сзади, подплывают позже, но в это время уже должен начаться розыгрыш. В данном случае, если вдруг такое случается, что игрок остается сзади, у нас больше времени на атаку. Он устал, он там отдыхает. У нас вместо 20 секунд с вами, 30 секунд, а 10 секунд больше. Но любая ошибка, которую вы здесь допустите, любая ошибка, это выход один на один на ворота и, как правило, гол. Поэтому ошибка это выигрыш мяча. Это усвоили? И когда я кричу лишний, 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 вы должны понимать, что если вы ошибетесь, ваше ворота залетит в гол. Так. Теперь с вами давайте разберем защиту. Как мы будем с вами защищаться? Теперь вы уже играете синими. Ой, черными. Понятно. Вы защиту. А что касается малышей, которые вот сейчас подключились и, в принципе, розыгрыш лишнего у вас не был, вы должны четко знать, какое место вы должны занять при защите. Итак, команда выходит на лишнего. Защитник центральный держит двух игроков, игроков, которые находятся на штанге. Любой игрок, который попадает в середину, он считает защитник центральный и при лишнем выступает. С этой стороны игрок центральный берет второй номер. Если мяч находится с этой стороны, игрок берет третий номер. Это понятно? Да. С этой стороны, как вы играете, понятно? Да. Так, отлично. Да. Дальше, ребята, смотрите. Если мяч находится у четвертого номера, защитник, если поплывет к четвертому номеру, тут же отдадут пас третьему, и он спокойно забьет в ворот. Поэтому защитник закрывает третий номер и поднимает руку страхуя ближний угол ворот. Это тоже вам понятно. Если же мяч находится у первого номера, то же самое делает игрок с левого фланга. И центральный защитник берет второй номер. Понятно. Здесь без вопросов или что-то непонятное? Понятно. Без вопросов. Так, хорошо. Дальше смотрим. Игроки, которые находятся между вторым, шестым, третьим, пятым номером, вот это самые быстрые должны быть игроки, потому что, если мяч попадает к шестому номеру, он начинает выкачивать вратаря и двигаться к воротам, игрок, находящийся между вторым и шестым, должен плыть на него. Если, разумеется, ему становится неудобно шестому номеру, он отдает пас, игрок возвращается, страхует второй номер, и игрок, который находится между третьим и пятым номером, должен плыть на пятый номер. Мешать ему всячески, чтобы тот отдал пас. Все это должно быть в движении. Всего 20 секунд у вас на защиту. И вы, ну, если вам не забьют, я, конечно, понимаю, вы, конечно, накушаетесь, но все-таки забитый мяч отыграть всегда сложно. Ну, будем с вами пробовать на воде, конечно, времени у нас маловато, но все равно будем пробовать, ничего не поделать. Так, по поводу защиты, вопросы есть? Нет. Нет. А вот у меня есть вопросы. Итак, если мяч находится у четвертого номера, игрок, страхующий, страхующий, третий номер, где должен находиться? Ближнюю штангу кричать. Правильно. Ближнюю штангу страховать и прикрывать третий номер. Молодцы. Если мяч находится у шестого номера, что должен делать защитник? Выплывать на него. Выплывать на него. Что должен защитник делать? Защитник должен плыть на шестом. Правильно. А центральный что должен делать? Закрывать того, от кого уплыл этот игрок. Правильно. Второй номер. И защитник, который между первым и вторым, что делает? Первого. Первого. Ну, ребят, посудите сами. Если он сюда уплывет, расстояние приличное. Это у нас бассейн небольшой. А в принципе расстояние, поле 20 метров ширину. Если он поплывет туда в угол, то он уже не успеет никак вернуться к второму. Он должен подстраховывать второй номер и ждать, когда мяч пойдет к первому номеру, чтобы поднять руку вовремя, чтобы схода не было удара и помочь вратарю. Это понятно? Да. Так. Проверим, проверим. На тренировке все проверено. Так. Еще такой вопрос. Если у вас идет потеря мяча, в данном случае немножко неправильно я формировал. Значит, если вы нападаете, вы белые сейчас, все, от защиты ушли в нападение. Ушли в нападение от защиты, мы теперь нападаем. Если вы теряете мяч, ну, образно говоря, защитник отнимает у вас мяч. Ваши действия всей команды. Плыть назад. Назад. Очень быстро плыть назад. Очень быстро. Плыть назад для того, чтобы не дать возможности контратаке. это вам тоже понятно. Следующее, ребят, при нападении мяч должен не останавливаться. почему должен мяч быстро двигаться, ребят? Потому что времени у нас очень мало. И когда вы работаете над пасом, когда я на вас стреляюсь, вы, в принципе, должны мяч в течение 3-4 минут не ронять на воду. Тогда у вас появится навык обработки мяча и безостановочное движение его по всей площадке поры. Так, ну, с лишним у нас все. Так, вопросы по поводу розыгрыша лишнего есть? Нет. 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 Посмотрим, посмотрим. Так. Так, ну, говорят, что у нас время есть. Это очень хорошо. Итак, сейчас мы будем с вами рассматривать лишнее. Ну, часто бывает два игрока, два игрока перед воротами накушались и их, у них нет сил вернуться. И тогда на поле появляются у нас с вами пять белых игроков и всего-навсего скажем так, четыре синих игроков. то есть идет атака, идет розыгрыш пятого лишнего. Понимаете, да? Что такое пятый лишний? А то, что он идет с хода. Представьте, игроки все находятся на этой площадке за пятью метрами. Игроки устали. Идет розыгрыш лишнего пятого с хода. обязательно в первую очередь при лишнем кричит тренер или капитан команды лишний, лишний. Что должны делать нападающие в первую очередь? Вспоминайте, ребята. В первую очередь что делаем? Места найти свои. Правильно, найти свои места. Какие места в первую очередь занимаем? Углы. Края. Правильно, края. Итак, первый, четвертые номера занимают края. Центральный игрок куда идет? Столбящий центральный игрок. В центр. К воротам. На штангу. Нет. Центр. Пять. Пятый лишний. Пятый. И два игрока выстраиваются вверх на задней линии. Ну, разумеется, защита пытается противостоять. Ну, в данном случае идет тот же самый розыгрыш, чтобы разыгрывать с шестым, но здесь у вас больше возможности реализовать мяч. Почему? Потому что меньше защитников, меньше народу, и у вас больше шансов забить гол. И давайте подумаем с вами по аналогии с шестым лишним. Какое действие мы должны производить в данном случае, если мяч пятого номера? Нападающие? Ну, диагонально на фланг четвертого. 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 Молодцы. Через одного. Абсолютно верно. Прикрыли. Четвертый не может ударить. Он даже не левша. Не может ударить. Ему сложно. Что делаем? Третьему. Второй открывается. Нет, но соображайте, соображайте, о чем мы говорили. Через одного даем. Первому. Ну, через все поле можно. Первому. Можно первому. Пожалуйста, если хороший пас, о чем не то дал. Даем первому удар с перья паса, то, что мы отрабатываем с вами, в гол. Следующая ситуация. Первый не мог ударить, не смог. Что делаем задняя линия? На третьего? Пятому. нет, ребят, здесь нужно уже двигаться. В данном случае надо двигаться. Движение может быть к четвертому номеру и отвал. Что такое отвал, знаете? Помните? На спине мяч пытаться получить. Правильно все. Итак, делаем отвал, получаем, пробиваем. Не можем, отдаем. Здесь уже можно со спины можно отдать и короткий пас, для того, чтобы опять начать разыгрывать. Раз у нас здесь с вами остались игроки, у нас здесь с вами на атаку вместо 20 секунд 30 секунд. Понимаете? То есть здесь больше шансов забить, чем даже пресс-национал. С этим разобрались? Ребят, здесь все понятно? Да, понятно. Отлично. Упрощаем работу. Итак, у нас здесь с вами какой у нас четвертый пищник. Итак, могут удалить, могут остаться два игрока у своих, у наших ворот. Мы в данном случае плывем с вами. опять же, что делаем? Занимаем позиции. Какие? Ну, сначала края, а потом оставим. Занимаем края, но далеко расходиться, не обязательно. Здесь можно ближе к штаммам. Ближе к штаммам. Может игрок второй номер центральный занять свое место. Может стать просто вот дверьом. Вот таким образом. Тот же самый розыгрыш, но уже с большими шансами на победу, на забитый гол. Понятно. Опять даем через одного. Через одного. Ну, выкачиваем, подходим и забиваем. Теперь вопрос защиты. Как быть в защите в данном случае? Забор из рук построить просто. Молодцы. Отлично. Здесь действительно делать нечем. Поднимаем руки, поднимаем руки. Вопрос такой, сколько рук поднимаем? Одну. Почему? Почему две руки нельзя поднять? Пенальти. Молодцы. Сразу дали пенальти. Теперь давайте вспомним, за что нас могут действительно наказать удалением. Итак, давайте прям на бумажке можете записывать, чтобы этого не было у вас. Первое, за что могут наказать? За подтягивание, заплатки. Могут наказать? Удаление? Могут. Удар по игроку рукой могут. Запоминайте. Если вы это сделаете, вас удалят. Дальше игрок получает свободный. Вы не даете ему сыграть. Вас за это тоже удаляют. Понятно. что нужно сделать при получении свободы? Вот противник получает свободу, чтобы вас не удалили. Что нужно сделать? На метр отойти. На метр открыть. Дистанцию. Абсолютно верно. Отойти от игрока на метр и после этого только вы можете поднять руку. Если вы этого не сделаете, судья тут же вас удалил. Дальше. Вы не услышали свистка и кинули мяч. За это вас удалят? Переход мяча. Переход мяча. Нет, нет, нет. Если произошел переход мяча, вы не услышали свистка и откинули мяч, или просто вся мяча его. Вас удалят? Да, это удаление. Это удаление. Абсолютно верно. Это удаление. Так. Дальше. Очень многие любят брызгать в глаза. Плывете и брызгаете своему не партнеру, а как бы противнику. противнику в глаза. За это тоже удаляют. Понятно. Привлекание с судьей. Не дай бог вы откроете рот и начнете что-то доказывать судье. Вас не только удалят. Вас могут удалить до конца игры. С правой замены. Понятно, да? Итак, давайте рассмотрим ситуацию вы шумите на поле, пытаетесь, это кто у меня так часто бывает, Манягин у меня частенько бывает, шумит, шумит, и судья его удаляет, а он продолжает шуметь, и что тогда судья делает, если продолжает шуметь? Удаление до конца игры, без правой замены. Ой, нет, с правой замены. Правой замены. Что игрок делает в этом случае, которого удаляют? снимают шапку и отсаживаются от команды. Абсолютно верно. То есть повторное такое же нарушение наказывается еще пропуском игры. Вас могут еще не допустить до следующей игры. Понятно, то есть удаление это очень сложно. И еще один вопрос, если подряд игрока три раза удалили, ну, в одной игре, что происходит? ударение до конца игры. Абсолютно верно. То есть снимаете шапочку, садитесь, отсаживайтесь от команды. Молодцы. Так, это мы с вами разобрали. Ну, вопросы по-лишнему еще есть? Нет. Вот мы проверим сегодня, субботу, как вы это все усвоили. До свидания. жду на тренировке. До свидания, коллеги и примкнувшие. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.